Уже вовсю идёт учебный год, все уже учатся, получают оценки. И самое страшное это то, что школа появилась уже в Роблоксе. Но сегодня мы не будем учиться, а сегодня я вам покажу топ 4 пасхалки в Роблоксиан Хай Скул. Да, это игра что-то типа школы, кажется, но обычная игра, но здесь есть очень много секретов. Мяу-мяу! Боис, с вами Рыжий Кот, и сегодня я буду обозревать все пасхалки в этой игре. Погнали! Итак, прямо сейчас я покажу вам самую первую пасхалку в этой игре и самая заметная. Это что за гелик тут стоит? Нифига себе, лимузин-гелик, как тебе такое, Илон Маск? Кстати, у меня ещё один байт на подписку. Подпишите на этот канал, и ты получишь себе вот такой вот гелик-лимузин. Вот такой вот гелик! Обязательно, так, первая пасхалка. Нам нужно найти с вами вот такой вот канализационный люк. Он отмечен вот таким вот зелёным пердежом и вот этой вот чёрненькой тыквой. Прыгаем сюда, и мы попадаем в заброшенную школу. Тут, кстати, ещё можно спуститься, но дальше ты уже никуда не уйдёшь, так как здесь уже такой вот чёрный фон, и ты можешь по нему подниматься. Это вообще, физика здесь вообще отсутствует. Пасхалка к тому, что это самая первая карта, и школа здесь выглядела совсем по-другому, и просто она здесь стала заброшенной. Да, то есть в самой первой версии Roblox in High School в бассейне можно было попасть в секретное помещение. И вот это оно тоже самое, только уже более такое старое, всё заржавевшее. Ты смотри, тут даже какие-то баки горят. Да, это всё про эту пасхалку. Здесь можно ещё хоть подняться. Не надо думать насчёт того, как ты будешь улетать отсюда на ракете. Вот где находится эта пасхалка. Она находится возле входа в школу и возле вот этой вот рулетки. А, рулетка, нужно накопить тебе либо 500 монеток, либо 50 алмазов, ты можешь её прокрутить и выбивать себе вот такие вот призы. Я хочу себе выбить вот этот McLaren или вот эту Ferrari. И, кстати, именно отсюда я себе выбил этот гелик-лимузин. Ладно, погнали к следующей пасхалке. Ну, а чтобы получить следующую пасхалку, нам нужно отправиться в свободное плавание. Так что нам нужно взять вот такой вот Jet Ski. Вот он, он у меня уже есть. Кстати, здесь ещё лодка, но она за Robux, я её не буду себе покупать, я не донатер. Ладно, спавним мой Jet Ski, садимся в него. И ты уже видишь эту пасхалку. Видишь этот остров? Да, это самая простая пасхалка в этой игре. Но я хотела сказать то, что раньше в Roblox был такой мем, назывался он Despacito. Это был такой паук-нуб, который ходил по Roblox. И в этой игре это являлся символом этой игры. И поэтому они отделили этому Despacito целый остров. Посмотри, сколько их тут. Смотри, здесь они сидят. Кстати, здесь можно даже посидеть, смотри, с ними. Ну что, женщины, а чем общаемся? А вот это, походу, их король, смотри, он весь в ракушках. Не, ну знаешь, кажется, будто это просто обычная такая женщина бигуди себе сделал. Или как это раньше в 19 веке делали себе такие прически. Следующая пасхалка, кстати, тоже находится под водой, но чуть дальше, чем остров. Нам нужно приплыть с вами вот на эту точку. Плывём вот сюда и смотрим вниз. И мы с вами находим Атлантиду! Атлантиду! Смотрите, сколько тут всего. Давайте по порядку. Сначала мы здесь находим вот такое вот заброшенное здание, на котором везде написано Empty. То есть пусто. Также это, кстати, тоже здание школы, но уже заброшено под водой. И здесь, как я говорил, символ тоже есть. Despacito. Вот, это его картина. Despacito. Да, я хотел сказать, что это вся игра помешана на Despacito. Это, то есть, как их символ. Дальше здесь у нас вот такая вот огромная корона. Или что это? Цирккупол какой-то цирковой. Да, это наша, это, карусель. Да, но она заброшена. Также здесь есть вот такие вот алмазы. И надпись Swag Shop. Кстати, эти алмазы добыть, к сожалению, нельзя. А ведь я так хотел стать майнкрафтером. Также здесь у нас в сетке лежат вот такие деликатесы. Как, например, тут креветки или какие-то тут устрицы лежат. Кстати, если ты любишь креветки из Макдональдса или Бургер Кинга, обязательно ставь лайк. Ладно, погнали дальше. Здесь у нас какие-то трубы. И самое страшное, это вот такой вот портал. Я не знаю, зачем он нужен, но мне кажется, что это будет тоже какая-то миссия. Портал в Роблокс. Следующая, самая смешная, как по мне, пасхалка, это вот такой вот мост. И знаешь, что у меня главный прикол? В том, что здесь на табличке написано No giants allowed on the bridge. То есть никаких гигантов на мосту. Какие-то гиганты наступили. Дальше у нас опять статуи де Спасита. И вот такие вот лазеры. Но не беспокойтесь, лазеры не убивают вас. Это просто декорация. Дальше у нас вот такой вот холодильник. Знаете, такие на пляж берут, чтобы там... Да, то есть напитки-то что-то не остывали. Но теперь самое странное. Это вот такие вот кубы с цифрами. Я не знаю, зачем они нужны. Например, на этом кубе написано 267. Здесь написано 407. Здесь просто 7. А здесь 197. Но здесь я заметил то, что все эти числа заканчиваются на цифру 7. Может, это что-то значит? Да, а еще постоянно здесь какое-то свечение. И я не знаю, почему, но оно меня очень сильно ослепляет. Ну а прежде чем я перейду к последней пасхалке, обязательно не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал. Нам это очень сильно помогает. Ну а теперь я вам покажу пасхалку, которая порадует не только вас, но еще вам подарит разные вещи в аватар. Да, это очень интересная пасхалка, чтобы получить лавовую цепочку и крутые шмотки. Первым делом нам нужно с вами прийти в школу. Я могу просто взять и телепортироваться в школу. Вот она. И теперь нам нужно прийти с вами в кабинет библиотеки. Да, она находится вот здесь. Теперь нам нужно сесть с вами за компьютер. Я всегда служу за это, так как этот всегда самый удачный. И ждем, пока здесь появится ключ. Вот, появился ключ. И нам нужно его взять. Отлично. Самая трудная часть сделана. Теперь идем в дженитер, то есть в уборную. И открываем вот этот потайной вход. Открываем. Итак, мы спускаемся вниз. И что же мы видим? Портал в какое-то странное измерение. Смотри, тут какие-то клубники, грибы, яичница. Нам нужно просто в него зайти. И осталась самая простая часть. Пройти паркур. Сначала мы прыгаем по вот этим вот сельдереям. Да, уже начало странное. Теперь нам нужно прийти на вот этот вот огромный росток. Не знаю, это сельдерей или еще что-то. Прыгаем, но будьте осторожны, так как здесь будут лазеры. И самый прикол в том, что если ты пока что заденешь лазер, и тебя закинет самое начало. Но не переживайте, здесь есть чекпоинты. И это очень хорошо. Так, теперь самый сложный этап оби. Прыгать по вот этим вот штукам, так как они исчезают. Вот, они, то есть падают, и нам нужно успеть по ним пропрыгать. Итак, прыгаем еще раз по этим хлопьям. И у нас будет первый чекпоинт. Отлично. Оби чекпоинт сейвит. Следующий этап, это вот такая вот горка. Я всегда иду по краю, так как так будет быстрее всего. И вы не умрете. Прыгаем, спокойно, на расслабоне. Теперь самая простая часть каждого оби. Вот такие лазеры. Это уже, знаешь, что-то мне напоминает опять новую серию побега. Теперь нам нужно прыгать по вот этим вот огромным сельдереям. Господи, что тут за маркоманья происходит? Да, я не понимаю ролеплей игры, в них постоянно что-то странное происходит. Ладно, прыгаем дальше. Теперь у нас опять эти лазера, но уже под наклоном. И это немного сложно, но я прошел это с первой попытки. Да, не с первой. Итак, я прошел этот этап. Опять. Оби чекпоинт сейвит. Теперь нам нужно прыгать по пончикам, что уже странно. Не, я понимаю розовые, синие пончики, но зеленые, я таких никогда не видел. Кстати, напишите в комментариях, если вы пробовали зеленые пончики. Теперь у нас вот такая электрическая плита, нам нужно перепрыгивать красное отделение. Хоп, 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 хоп. И все, мы добрались до вот этой зоны, но нам нельзя умирать, так как еще нет чекпоинта. Теперь просто прыгаем по вот этим высломавшимся штукам и перепрыгиваем лазера. Кать, смотри, что тут у нас, какие-то разваленные парты везде, что это за нафиг. Теперь начинается самая наркомания. Мы собираем чекпоинт и мы попадаем в страну панкейков. Посмотри, тут лазера в панкейках. Да, создатели ролеплей игр, у них какая-то кукуха поехавшая у всех. Так, прыгаем, отлично. Мы прошли панкейк и теперь, ну, все как обычно. Прыгаем, прыгаем, все, обе чекпоинт сейвит. Теперь мы прыгаем по сухому завтраку. Ну, все как обычно. И сейчас начнется самая жесть. Так, мы перепрыгаем вот эти вот отделения с кетчупом. Да, кстати, это не лазера, это кетчуп, вот, доказательства. Теперь опять по сельдерею прыгаем. Кстати, почему вот это сельдерея, что-то коричневое, я не понимаю. Это что, фарш? Я не знаю, сейчас, смотри, тут сейчас колонна панкейков пойдет. А теперь самый последний этап. Это падающие яйца, которые могут тебя сбить. Да, и они, кстати, вот, самый главный лайфхак, они спавнятся всегда вот перед сельдереями. Вот вам такой совет, не идите в сторону сельдереев. Да, я проходил, их было когда-то мало, а сейчас их было как-то очень много, и я прошел. Осталась последняя часть. Мы прыгаем в эту тарелку, мы попадаем сюда и можем получить заветную цепочку. Получаем цепочку. Миссион комплит, бомбастик, блинк. Да, она у нас сейчас в инвентаре, прямо сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, смотрите, я зашел в свой аватар, и у нас появляется эта цепочка. Я могу ее спокойненько взять, одеть. Но, правда, с капюшоном она смотрится так себе, но прямо сейчас я вам для видео покажу. Вот как эта цепочка выглядит на мне. А еще, кстати, помимо цепочки, мы получаем вот такую вот кофту и штаны. Ну, это прям вообще фантастика. Теперь вы знаете то, что в школе иногда бывает интересно. Как в Robloxian High School. Это были одни из самых простых пасхалок в моей жизни. Были и посложнее, например, в GTA 5. Но мне понравилось. Если вам тоже, ставьте лайк и пишите комментарии. Ну, а на этом на сегодня все. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok